Вы по ребятам соскучились? Совсем вас снежком засыпало! На коньках здесь даже елки. Так, праздничный сезон зимнего отдыха в горпарке открыли впервые. С хороводами, играми и танцами. Впрочем, эти сказочные персонажи виртуозность катания на коньках не оценивали. Главное – настроение. Поэтому сладости достались всем. И хлопушки тоже. Мы первый раз видим костюмированное зрелище и подарки для ребятишек. Это очень интересно. То есть вы не ожидали, что еще с подарками уйдете? Нет, не ожидали. С хлопушкой для детей очень интересно. А после гости пустились в свободное катание. От соблазна нарезать круги по гладкому льду не смогли отказаться даже представители власти. Атмосфера располагала к зимним забавам. Вы знаете, так здорово. Я с таким удовольствием сегодня вспомнила, как я когда-то это делала. Оказывается, я еще не все забыла. Захотелось просто повторить. Я хочу сказать, вообще это удовольствие встать на коньки, прокатиться. И оказывается, и мороза нет, и ветра нет. И вообще настроение совсем меняется. И жизнь кажется совсем иной. Чтобы лед смог принять посетителей, его заливали несколько недель слой за слоем и расчищали от снега. 30 рублей со своими коньками 60 на прокат. Такова стоимость катания в горпарке. К открытию сюда пришли несколько десятков благовещенцев. А кому-то этот день запомнится особенно, как первый раз, когда встал на лезвие. Неуверенными шагами и, конечно, не без помощи папы. У нас сегодня открывается 26 катков в городе Благовещенске. Поэтому мы тоже с семьей решили опробовать лед. Лед хороший в этом году. Морозы уже стали крепкими. Поэтому я думаю, что много жителей города Благовещенска в этом году, кто еще не пробовал стоять на коньках, я думаю, в этом году они встанут на них. Впрочем, даже те, кто на коньки в этот день так и не встал, попросту не дорос. Тоже могли получить свою порцию адреналина. Лед готов был принять всех, даже быстромерзнущих. В перерывах они отогревались горячим чаем. Его продавали тут же. А после снова на лед. Уйти вдоволь не накатавшись было невозможно. Праздничное настроение на катке в горпарке создает зажигательная музыка. А вечером еще и разноцветные гирлянды, они развешаны по всему периметру. Зарядиться весельем здесь можно будет вплоть до самого главного праздника. 31 декабря каток проработает до 17.00. Регина Сорокина, Денис Лугов. Программа «Город».